Ну вот, а теперь мы продолжаем. Сейчас на эту сцену выйдет наш гость из Москвы. О ней Булашалыч Куджава сказал в свое время, что она явилась открытием, настоящим открытием в жанре авторской песни. Итак, лауреат Первого Всесоюзного фестиваля авторской песни, Любовь Захарченко. Я весело плачу, я грустно смеюсь, Мне жалко и мышку и кошку. Признаться себе, я уже не боюсь, Я взрослая лишь понарошку. Признаться себе, я уже не боюсь, Я взрослая лишь понарошку. Из кубиков складываю этажи, Рожаю детей, как большая. И все притворяю, что знаю, как жить, Задачки чужие решаю. И все притворяю, что знаю, как жить, Задачки чужие решаю. Шалят мои дети, и спорят со мной, Я их ненамного умнею. Я так же надеюсь на чудо весной, И правильный быть не умею. Я весело плачу, я грустно смеюсь, Мне жалко и мышку, и кошку. Я младший ребенок в семье сознаюсь, А маму я лишь понарошку. Я младший ребенок в семье сознаюсь, А маму я лишь понарошку. Вот, это первая песня, Каждый вторник идет на малой сыне спектакли. Четыре спектакля в месяц, Концерт программы. Это первая, и информационный диск, который лежит в фойе, Это по три песни из каждого спектакля. Вот это было у взрослой лишь понарошку. А диск и газеты очень смешные. Много лет до сих пор, что лучше оранжировки, И без аранжировки, и без аранжировки. И одна сторона конфеты под гитару, А другая сторона конфеты те же самые песни, Но под аранжировку. И опять я искала звук, И вот теперь со мной работают На сцене театра на Паганьке ансамбль, В следующий раз к вам его привезут. Самое время ансамбль громко сказан, И газа, как это гитарист и клавишница. И клавишница совершенно гениазная. Мерских лет за фортепиан, Малечка выклигена, Носковская кинсература, Это классика композиции, Лауреат международные комиссии композитора. Я ее с маминой из театра. И она может делать все, От клавесина и арши. Это человек, который действительно может делать все. У меня в одной из программ 19 века Она может делать и барышень, и скрипки, И все что угодно. И гусаров. Это помещает внутрь мира. И вот на второй стороне это вы увидите. Я накопила за последние годы около 200 песен, И все никак не могла. Но гитара, это вот, я очень люблю гитару. Но все-таки я выросла, как у моей, наверное, Царатники по этой шаре, под оркестры. Гитара только часть у меня, очень важная, очень важная. Но я на себе даже стих такой написала, Какая музыка под оркестры, любые под гитару, Какая музыка, печатки у нас в крови, Нам отмеряют такти, сердечные удары, Мы сами песни, жизнь, жизнь. И вот следующая песенка. Представьте себе 15-летнюю москвичку, Или Петербургскую, Которую мы попробуем взять выброс. Я опоздала на свидание, И он не вынес ожидание. Он же стремился под часами. Пойдите и проверьте сами. Я измеряла калью и гроб, Мужчины все у ног моих помехли, А я мечтала ногу подвернуть, Чтоб ты меня подвез на мотоциклю. Я знала, что любовь тяжелый труд, Трудиться так готова каждый день я. Я честно изучила твой маршрут, И стала репетировать сходенье, Под фарами из белого стекла. Любовь моя была неуколима, Западала, лежала и в столах, Но мотоцикл проносился мимо. Ждала, что позовешь ты подвинет, Ждала, что ты придешь ко мне в больницу. Кто знал, что гипс тяжелый, как свинетный, Кто знал, что кто попал, может сниться. Куплю себе зеленый BMW, Или Мерседес, я не решила точно, И буду в нем кататься по Москве, Даря на газ ногой своей непрочной, И глядя в твои наглые глаза, Я брошу из окна, но здравствуй, Боря, Все то, что я могу тебе сказать, Давно уж написали на заборе. Все то, что я могу тебе сказать, Давно уж написали на заборе. И третья песня из Аталдистской, Из этой программы, очень большая, Посередине ее стали на радио. И старушки все подручки, Похоронены давно, И старушки есть и пручки, Кот из барокина. Черно-белый телевизор, И земное волшебство, Отмеряет, как провизор, Ей по капельке его. Фотографию на стенке, В комнатонке проходной, Поцарапанной коленке, Там у девочки родной. Бант тяжелый на макушке, Ёлка в ящике с песком, Мама напекла в отручки, Носит запах сквозняком. Кладью вышита подушка, Неземная красота, Здесь голодная старушка, Кормит сытого кота, У фарфоровой пастушки, Очень детские глаза, У старушки древеснушки, И дрожащая слеза, У фарфоровой пастушки, Вечный танец пустушкой, У старушки древеснушки, И косичка под платком. Программа «Тик-то-ты». Я там девочка была. Все, что сказали мне, Можно писать в альбом, Листик в моем окне, Желтый на голубом, Лоп на стекле остын, Градусник на нуле, Листик последний плыл, К листикам на земле. Весны, весны, Пролетаем мы, Лето кратко, Как эта аллея, От зимы до зимы Пропадаем мы, Не прощая и не жалея. От зимы до зимы Пропадаем мы, Не прощая и не жалея. Правда твоя тесна Не пустится мне, Вертится, как волосна, Листик в моем окне, А за окном не лезь, Стопы до три сосны, Листик летит с небес, Лёд и без вины. От весны до весны Наши три сосны Под окном у нас Зеленеют. От зимы до зимы Наши две вины В теплом доме у нас Леденеют. От зимы до зимы Наши две вины В теплом доме у нас Леденеют. Здесь многое гораться у на свете, Что хорошо на видеокассете, Чего не стоит видеть изнутри, Поставь, когда захочешь, и смотри. Она ведет себя настолько кротко, Как будто ты волшебник, лимак. Отвлекся существует перемотка, Расстроился корзиной белебумаг, Согреешься женой И чашкой чая, А повезет подружка и вином И лежишь в себе, А триллер облегчает Вам примириться с жизнью за окном. Полезны фильмы ужасов на ужин. Посмотришь, как вампир кровище пьет, А гляньте на собственного мужа, И, думаю, спускай, спешит. И еще вчера в полной стрелах Упачка горела, А нынче шею можно запросто сломать. Еще вчера, мой свет, я тебя дурела, А нынче трудно без ста грамм воспринимать. Что было выпиво, я без остатка, Не полегчало, но стаканчик опустел. Разбилась лампочка, разбилась лампочка, Поосторожнее спускайся в темноте. Разбилась лампочка, разбилась лампочка, Поосторожнее спускайся в темноте. Еще вчера я для тебя мечтала сбегать За водкой ночью и за пивом поутру. Еще вчера хранила снимок шесть на девять, А нынче выбросила и не подберу. Как из-за кончичка летел он ласточкой, Он, как титаник, навсегда пошел ко дну. Разбилась лампочка, разбилась лампочка, Я позову соседу новую верну. Разбилась лампочка, разбилась лампочка Я позову соседа новую верну Сужая страсть, немерка и смешная Она видна нам на просвет до дна Все камушки подводные известны Они нам глубоко не интересны Чужих детей выносили с трудом Они все норовятся лишь к нам в дом Они сутри капризные садьевы Соседские несносные садьевы Сужая жизнь, как валенок, проста Как анекдот, пошла и не часа Там с глупцы, скопцы, дроли, пижоны Жизнь украшает, лишь чужие зоны Из цикла мужская логика Красивых больше, чем желанных Желанных больше, чем одна Из этих параллелей страны не помещаются же Кто вспомнит про Адамово ребро, когда увидит Елене бедро За эти восхитительные бедра Адамы до сих пор считают ребра На налог мужа, который, видимо, безуспешно надорвался На миле сделать в ней счастливой Извините, учителя в зале Московские учителя все поняли Пусть он называется кисеться Я попыталась написать мужчинам Просто какую-то аргументацию, чтобы мастер петь Я сводил с концом конец Экономил зубы Ей животное петец Нет у Машки шубы Звон супружеских колец Машка доминает Ей животное петец Кто ж его не знает Ей животное петец Кто ж его не знает Я ж все ей швец уж нет Ей огорода Но животное петец Не дает паракода Каждый день сосед-стервец Машке взгляды дарит Ей животное петец Нет подлее твари Ей животное петец Нет подлее твари Я ж пожил в печати спец Но мои старания Жрет животное петец Хуже, чем пиранья Не мужик я, а самец Теща маску точит Ей животное петец Твое знать не хочет Ей животное петец Твое знать не хочет Я без шубы ни жилет Плачет моя дура Ей животное петец Не зверек, а скура Я ж заседу дам в шторец Ставлю себе зубы Машка, ты же не петец Проживешь без шубы Если Машка не петец Проживем без шубы На той стороне, где аранжировка Мы долго искали С Анютой Я и мой супруг режиссер Который со мной приезжал Конечно, не было бы этих успехов Если бы он Я вообще считаю, что человек Это все его достижения Это если есть половинка хорошая Я думаю, что нет Это сирота Мне это не нравится И вот мы когда искали Звук выяснилось Она как там Под ногами он путается На стороне аранжировочной Это оказался Английский рожок Мы теперь его называем Ангельский рожок Ариокисциаловский Назовим его под ногами Из программы Сенокапитаны Из спектакля В первом отделении Это Сенцемлори Ладаю непосредственно капитаны А второе Это русский менталитет Забежишься У кого-то он большинственный Опять реклепим Это щеки-ка Идет в углу Налог на речке Море синие Тоскино излечит Нет корабли Тоди пустяковая С нашей пристани Видать Недоверниче Только выпала мне Карта пиковая Твой кораблик Оторвется От берега Подвигнет Тебе стартой Со значением Не рассказывай мне Сказки Про Беринга Знаю имя я Твои приключения Впрочем Как ее зовут Мне не важно Все равно Мне признаваться Не станешь ты Сколько лет Уж капитан Мой отважный Имена я собираю Как камешки Ничего у нас с тобой Не меняется Ничего Не научили Нас годы те А на пристани Вся жизнь Начинается Лишь тогда Когда вы в буквы Заходите Я ждала тебя Но дело не в этом Несмотря на все Обиды И жалобы Я стояла здесь Зимою И летом Я всегда Была видна Своей палубы Как любила я И как ненавидела Как смотрела в море я Зло и пристально Как другого счастья Я не увидела Только это Что проходит На пристани Девочка Калуги Она не может быть Собою Она разведчик На задание Она всегда готова К бою В постели Или на свидание Она опасно Одинока Ей что-то есть От накрада Она состарится До срока Под лупою Чужого взгляда Далеко подруги Мать Еще жива Девочку Калуги Девочка Калуги Девочка Калуги Девочка Калуги Девочка Калуги Девочка Калуги Лучше Ей все труднее Притворится Ее все проще Распекретит Она кричит В начале Мама А по утрам Бежит куда-то В жизни роман, а телеграмма, Душа забыла адресата. Далеко подруги, нас еще жива, Девочку-полуги, ты щадил Москва. Паследняя песня из этого маленького цикла, это я вам диск пою, чтобы вы тоже не покупали. Я поговорила, когда ехала с Грушинского фестиваля, с проводницей, когда, вернее, на Грушинский фестиваль, потому что друзья на своей деле бьют, я попыталась их говорить, выяснилось телевизор, они смотрят. Аргументов нет, я говорила, вот такие люди, я поговорила полчаса, я все-таки уговорила, конечно, но, вы знаете, все время видишь, общаешься с людьми, я где-то отдельно, я как-то наткнулась на взгляд этих полчаса, мне так и пришло, сажись на колесах и молодец на колесах. Откуда песня появляется? После такового, после... Люди, люди, я написала им, почему девочкам, песню. Угадай, как проводница, угадай, как проводница, угадай, как проводница, на каком глазу решится, Я, как ты, качусь по свету, разве только по билету, Я всю жизнь на километры разменял. Когда-то тебе понравился, судьбою бы я справился, А впрочем, как уедешь от судьбы. Ведь все, кто нам встречаются, Уже не различаются, Как эти дведорожные столбы. А вагончики-то катятся, Убегая в никуда, Дни и ночи наши тратятся, Без особого следа. А в стаканах ложки чайные Колокольцами звенят, И глаза твои случайные Смотрят, смотрят сквозь меня. Ну, скажи мне, проводница, Что ночами тебе сниться. Мне давно уже не снится ничего. Хочешь водки, хочешь чаю, Я заранее прощаю, Что не нужно тебе сердце моего. Ну что, моя печальная, Твоя дорога дальняя, И без шыганки Всем вокруг видна. Твои глаза огромные, Как полустанки темные, Там симофон, Думутная луна. А вагончики все катятся, Убегая в никуда, И ночи наши тратятся, Без особого следа. А в стаканах ложки чайные Колокольцами звенят, И глаза твои случайные Смотрят, смотрят сквозь меня. Только этою весной Я понял замысел творца, Что поэту паранойя Двазянский бизнес. Жены этой тратской пары Будут вечно слезы лить. Ни вожди, ни санитары Не могли их расцелить. Поэтические страсти Недоступны руля, Но отчерепывали власти И стихи, забава для. Знали гордые пейти Только истины благой. Все пути тебе открыты. Пуля, крюк, алкоголь, Каталажка или митинг, Чего хочешь попроси. Как за право покормить Их били женщин в руси. Знали все, поэт в России Чем-то больше, чем поэт. Чем, скажи, всегда просили. Вдруг поэт забыл ответ. Тут вожди их позабыли. Следом бросился не так, Так уж бабы разлюбили Бесполезный Божий дать. Без престижа, без почета, Без надежды на гулаг, Без малейшего расчета На распределение благ. Кто он был? Не войнят чести, Если прошло учить. Можно сдохнуть с честью вместе, Если надо что-то есть. Он пытался на панели По привычке поучать, Но клиенты поумнее Перестали замечать. Стал поэт над всех обузой, Паранойя на ТВ, Меньше жить в союзе с людьми, Можно только плюс. Я вам прочла вступление к роману в стихах. Я год назад где-то пришла весной, Как раз начала выпускать. С уважением на Сибирь. То есть с уважением это ко мне с уважением. Я о Сибирь с уважением ничего не буду говорить. Сибирь. Сибирь. Родилась. Вот видите, как мы ее взяли и так, А по ее 40-летней, да? 4 апреля в этом году было 40 лет. Я честно так, кстати, в кафете написала. Правда? А то, что будут не по паспорту, а по отсюда. Как-то мне не будет. Родилась я в Ростове-на-Дону. Что, наверное, очень заметно по темпераменту. В Москве живу только шестой год. Очень мерзну. Сколько шестей написала. И все время скучаю. И пошел, кто-то на овощи. Но спрашивает, что то, что у вас продается на улице, Это фруктурующая. Я тоже знаю. Это неправда. Это все неправда. Это пахнет. Все это пахнет не так. Возомнание. Я все время мерзну. У вас гораздо холоднее, чем в Москве. Потому что у вас влажные клиенты тут. И мне здесь вообще просто на улице смотреть страшно. Что еще? С детства я мечтала обвести профессию. Перепробовала, говорю, о спорте русские. Первая профессия, самая пикантная, самая не женская, это юрист. Я закончила Ростовский государственный университет. Я криминалист. Когда я получила гран-при, облачала человеку джалу, я была помощником прокурора. Извините. Я три года только там проработала. Папа, надо родителей слышать. Папа говорил, что это не дамская работа. Тем не менее, про это. Проплакала. Потому что всех жалко. Мать убитого жалко, мать убийцы жалко. И вообще это невозможно. А твои подписи зависит судьба человеческая. Все кричат. Как сейчас, сейчас работают. Я общую не понимаю, сейчас просто стреляют. У меня целая программа, правда, была бы написана, что там сейчас происходит. А еще я стал в археологии. Я издал в археологический гид, сыграла в народном театре, преподавала государственное право, делала огромные фестивали в Ростове-на-Даме. Побывали у меня герпи, Игорь Емфимович, Игорь Живень, Игорь Емфимович, Юристов, Игорь Савичевич Багин, Игорь Емфимович, с магазином со всеми Ильяна Анатольевна Камброва, и все, и так далее. В общем, я испогонила все детские мечты, даже заходила на рыбалку по гребе и покаталась к молочке. На метле? Нет. Нет. Я песни даже написала, у меня на кассете есть. Вы их читали правильно, но это в прошлом. Все. Я привезла две кассеты, там есть «Монавыка иудина». Игорь Емфимович, это было такое, на подгрессе, я сейчас четверощий, и мы заверли концерты. Там все-таки «Монавыка иудина» называется, «Средняя коллекция». Это в первом альбоме, который был. Игорь Емфимович. Вот. Еще была одна детская мечта, «Большая любовь», «Творчество» и «Трое детей». Мне говорили, что это все в одной позиции не получается. Но я овен, тупая абсолютно, я никому не верю никогда. Я тупо выполняла это. Теперь у меня трое детей, им тринадцать лет, три с половиной, и два года войны. И так далее. Вот. «Большая любовь» все же есть, вот мой муж режиссер. Я думаю, я не была бы такая умная, если бы у меня, но педагога рядом нет. Вот. Что еще? Еще была детская мечта, спит под оркестром. Представляете, я и это не. Яндору Николаевичу Истинскому говорю, «Да, Николаевич, надо быстро, быстро придумать еще мечту, а то я помру». Он говорит, «Подумайте о том, что надо НЛО». Я говорю, «Не надо, оно пролетит». У меня все получается. Ну, конечно же. Вот. Раньше одна дочка мешала творить. Я все лежала в детрессе и говорила, «А это дневники, а это все эти музыки». А теперь нормально. Купите ковы. Все очень даже получается. Почему я уволился из прокуратуры? Ну, потому что это нечестно. Потому что поэт что такое? Он все равно не читает о чем-то. Это судьба. Это вообще наше время профессионалы. Можно еще? Вот я даже в барбарской песне сейчас выживаю только профессионалы, кто на это поставил судьбу. Я на одном фестивале спросила, «Представьте себе слет хирургов-любителей». Невозможно. Точно так же и так. Как же можно Кабашеев забить судьбами человеческими, а хочется там о чем-то все время начитать? Это нечестно. Я с огромным уважением и приитетом отношусь к тем временам, которые там выживают сейчас. Потому что я, по сути, дивертируем, да? А дивертируем вообще не имеет права кого-то осуждать. И вообще не дамское. Через год после начала работы я перестала узнавать друзей на улице. Я ходила стать жилем уголовных дел. Первый год была следователем. А через два года уже перестали знать меня. Потому что то, что сло по улице, вообще человеком не назовешь. И самое страшное. Женщина вообще хрупкое существо. Это то существо обреченное выше истины. Я 10 лет утравливалась. Несла комментарии к уголовному кодексу, потом к уголовному кодексу, а потом и потомок. Знаете, иногда прошивается. Очень быстро портится. Женщина, она... И когда-то папа говорил, мужчина может упасть до самого нижнего и подняться. А женщина может только за три месяца. Ну-ка, сам прав. Вот такой вот я себе написала декларацию. Знаете, бывают песни жизни утверждалки, которые пишут, что вот так жить. Я решила, что это моя страна. Я переживала? Переживала. По поводу того, что происходит. В том доме, в чут, я буду переживать. Она-то моя. Я галку напишу сейчас. На моих концепциях все сидят. Левые, правые. Ничего. Поехали. 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 И любовь не оценивает власть. Как вы стали бардам и поэтом раскрытия вашего первого из-за страшного дела? Бардам и поэтам и влюбилась, и стала писать с тихикой, как все нормальные советские девочки. А пила с детства, помню вашей группе из детского сада. В роддоме не помню, но заскнуть было невозможно. Но я пила всегда. В КСП пришла за репертуаром, потому что очень любила была Шалыча Акаджио. И до сих пор любила это самое. Все мышцы я пока не пела. Незнакомая, начиная. Что еще могу сказать? Ну все. И пела. Сначала, чтобы оправдать свое наличие в КСП, пела, пела. А потом вдруг бабаха была Шалыча Акаджио Дрампир. Думала, Шепси, наверное. Добрый. Не поверила виски, что вот так вот надо писать. Как пустынка. И ушла на девять лет. Думаю, боже, стыд какой. Пять каналов. Было тогда три канала телевидения. Как грянули черную смородину. Пять газет, как написали. Думаю, ой, стыд. Стыд. Неужели это обо мне? Там, там слово не там. Там, не там. Переписать все тогда. Я ж просто приехала и спела. А тем не словно. Всю жизнь была привезка славы и привезка власти. Теперь, конечно, эту песню не забышься, не убьешь. Сколько пятнадцать лет прошло, пока я поняла, что он не ошибся. А тогда, думаю, мало ли что. Пластинку с его голосом спряталась в открытии. Ряд ли будет земляков на сцене. А сколько нас? Если у вас песни прорастают, то нету. Если еще можно купить у вас песню или песню. Да вот там вот, если есть. Шамадан какой-то привезли. На фойе. Спасибо. Спасибо. Больше распространения. Распространения не бывает больше. Это диагноз. А сыграйте. Глава следующий из того, что я начало читать. Я даже прочитать не могу, но просто сыграть. У меня на английском языке все же пульс 150 было. По-английски если сыграть или это все? Опендефорточка не больше. И снова один же Младеньевича Майковского. Глава следующего, что я начало читать. Маяковский, вы могли бы от зари до зари Делать кассовые клипы, забывая словари? Станешь, знаете ли, рано Флейт поводосточных труб Бьет из каждого экрана Вы продюсируете в группу? Ваша внученька реклама Подросла и расцвела Это, знаете ли, дама Все, что можно, продала Отребители не судят Тот, кто купит, тот и прав Им с утра рекламу крутят Как бездействует им здрав Ряд товарищей тамбовских Собирали свой отряд Бийцы против Березовских Очень дробно говорят Без трибуна, окна роста заложили кирпичом Я смотрю на вещи просто Стал кают, как копич Он направо песни заводит Слепо сказку говорит Платят в день Нынче вроде он с русалкой на крит Отдыхать летал Помозня не смотрела, как угро Оказалось, дать несложно Цепь золотой добро Свой визит не тормозится Приглашаю в новый кемп Приезжайте Сникерсмейте Будет рад наш президент Он напишет вам детали Главное, что пришли по ним Новый паспорт подоставить Чтоб гордился к пришли по ним Идет война на это не событие Живем мы параллельно рядом с нею Страна не прерывает чаепитие Экраны голубые и красные Нельзя сказать Вставай, страна огромная Нельзя понять, чем можем мы гордиться Нельзя узнать, кто есть Это сила темная В борьбе с которой нечего стыдиться И дьявольским огнем Глаза обманщиков Горят на нас почти со всех каналов В домах считают маму годы мальчика А в роддомах учет для генералов Там ждут на свет отцы нечерпливые Наследников и русских, и чеченцев Там пребывают женщины счастливые Там бирочки на ручках у младенцев А там, где побывал поручик Лермонта Последний всплеск был о имперской спеши Нам веры нет Но сколько нужно веры там Чтоб бирочки на ножки перевесить Там гибнут Залковские и Гоголи Россия, что мы делаем с тобой? Мы сдали Крым, и Байконур не трогнули И подавились нефтяной другою Могильщики, но змея аналитиков Шекспир все написал о нашей власти Призвание террористов и политиков Нет понимать, что существует счастье Пройдут сквозь мясорубку перманентную Те, кто не смогут плакать и смеяться Мы не поймем их боль инопланетную Мы станем их пожизненно бояться Идет война Даже больше, наверное, для меня значат, чем Ростов Потому что я на Крым, как я здесь говорю Потому что у меня папа здесь в 1939 году приехал сюда Когда я уже проезжал В 1988 году уже не встал Закончил мореход И был морским радийским пожаром И прорывал всем закаду И не радовался И встречайка осталась из его морских закаду Это последний переход из Сталина в Кронштадт И вообще никого не осталось Эта все юность прошла здесь И никого не осталось после войны И все умерли, нападут С детства я знала девичину из Бога Как так, что Сталин видает От мамы, что папы антифоевцы Анастасия, говорим правду Анастасия, редкость этого поколения Всегда, какая бы ни ни была Как он выжил, я не знаю Я тоже играю на гитаре Поехали песню Подскажите, как мне эта песня Опа Что хирург любит? Не знаю Ну как, вот говорят Для того, чтобы играть Наследие нужно играть, играть А так 40 лет Долго играть Много читать Что я говорила на творческих мастерских с детям Не знаю Как попасть Никого не слушать Много читать Их ведь написать стихи Вот у Пушкина была Варсификация И все Ничего Все писали, а один Пушкин остался Правда? Но у нас в стране же странная страна За два слова нужно подержать Уже талант, а прежде генеральность Вы же Выбили все что нужно Конечно Непостижимая Что есть в талант Правда? Для меня одна Понятно Ну и плачут с ними все Это фальшиво Не плачут Ну и другие Знаете, что нет песни А все замри Хорошо для меня А как на сцене Страшное дело Я не знала Как о себе Раздвоение личности Русского народа Песни покажут Тоже в диске Это я все что спел Это и есть Это косты И пока наш Серпентарий Дежит Деньки делит власть Ох Проснется Пролетарий Крикнет Время И добавит Для контраста Слава Богу память Есть Хароуста И баста Разбираетесь А ведь Нет Шутить не стоит А на битве Как дитя Выпьет водки И уроет Витри Снежном круче Мешали нам Татары Турки-шведы Мешали добрый Старь И злой Франь Мешали нам Буржуй И полпреды Мешали Пролетарий Всех стран Мешали Мешали Дураки И бездорожье Мешали Трезвый Ум И пьяный Бред Мешали Атизм И слуги Божии Мешали Все кто да И все кто нет Мешали Воровство И щепетильность Мешали Мешали Пофигизм И фонатизм Мешали Перемены И стабильность Пустой Прилавок И капитализм Мешали Муж Жене Свекровь Невестке Соседи Сверху Снизу За стеной Интеллигент В очках И бомб В подъезде Родной Язык Словесность И родной Мешали Гениальность И бездарность Мешали Большинство И меньшинство Мешали Зависть И неблагодарность А больше всех Мешало И естество Мы Все Война И мир Стихи Неврозы С загадочным Диагнозом Души Мы Все Клиенты Клиники Неврозы Мы Можем Что угодно Совершить Заможем Зарять В одну Минуту Заможем Обрести Любой Страной Не все ли Равно Быть Битым Или Гнутым Не все ли Равно Кто Власт Страной Нас Легче Обмануть Чем Успокоить Нас Легче Пристрелить Чем Уберечь Одной Рукой Мы Пилим Чтобы Строить Другой Строгаем Спички Чтобы Жечь Мы Даже Добедись Подставим Спину Чтоб Сохранить Лицо Такой Мы Ищем Золотую Середину Но Заблудились В крайности Своих Мы Странники И Пожизненного Детства Ребенок Он И ангел И злодей Все В ужасе От нашего соседства Мы В ужасе От собственных Затей Все В ужасе От нашего Соседства Мы В ужасе От собственных Затей Затей Ой, мамочка. Заканчивайте же пора. Как вы? Вы живы? У вас мороз на улице. Я вам про секреты скажу. Царевня в игрушке, зеленые катушки, все сниться, что с неба стрелать. На мокром болоте бедняжку колотят и дразнятся ревни. А Ванечка спит, на царской охоте, на том же болоте. Он ищет во сне, где же утка сидит. Секрющая утка, блестящая грудка. На Сванечка смело ее победит. Среднего брата все с ней про солдат. Что стал генералом и папинку спас. Как славно он бился, отец ему гордился. Сказал бы, вести Государь немец, по дочке, для мамы любимой. Сыночка нашли. В тяжелой короне, на стареньком троне, ждая сын государству, маленький сног. Сидит, царь надежа, таскаю углозит. Куда подевался колонок карбасок? И где он летает? О чем он мечтает? И кто ему гриму теперь заплетает? Не видел давно его батюшка царь. И плачет, не плачет, что это сюда. Царевне лягушки, зеленые плакушки, счастливится, что с неба стрела прилетит. На мокром болоте бедняжку колотят и дразнит царевне. А Ванечка спит. И все, что я спела, кроме стихов, вот последний стих есть на концерте, а не помещается. Будет следующий. В январе я сажусь. В студию я выпью, через месяц будет много. И еще 10 таких. Уже написано, это никуда не помещается. Я вам покажу только две или три песенки до самой финальной из того, что в газете не в окне, но будет цветочек. И цикл большой по 19 веку. Представьте себе, барышня в оборочках, которая сидит у окна, как положено барышней российской от 10 до 70 и дальше не в цвет. Двеновик. Пусть уехали в войсках, ваша служба далека, это очень низко. Нырник вестрев, значай, что вам снится по ночам ваша гимназистка. Я сижу, смотрю в окно, что не очень-то умно, но зато приятно. Нынче воперим балет вам от маленьких привет, что невероятно. На балет я погляжу и поеду, не сдержусь к вам на поле брали. Докажу любовь свою, пусть меня и не убьют, но хотя бы ранят. Представляю и дрожу, вся в оборочках лежу, в новом платье сильным. Вы ж такой тяжой вчера, мы прикрыть от хитра, плачете красиво. А потом, конечно, бал. Скрыть бы слейки и труба, вот разок бы думать. Дальше счастья на века, а какое я пока не смогла придумать. Вы уехали в Айска, ваша служба далека, это очень нереста. Но намекнется невзначай, что вам снится поначал. Сейчас говорим мы за кулисами о том, что нашим детям трудно нас понять. Вот я написала где-то месяца два назад только вот такое про то, что ощущает наш поколение, когда все развалилось. Я написала такую цировую письмо на 13-летний старший сказал, «Кисик, я с тобой». Так что одну из этих я уже ввела. Как не пели хором, как гуляли с троем, за большим забором процветало трое, как была прекрасна красная Елена, улыбалась страстно перла, как сирена, улыбалась страстно перла, как сирена. Красная мальчика, как смотрели гордо, до сих пор мы слышим отголоски гордо. Так же мы трубили украинской стенки, как же мы любили Ленкин и Каленкин, как же мы любили Ленкин и Каленкин. А теперь по даче за большим забором в рот кубьем и плачем напевая хором. Как была прекрасна красная Елена, улыбалась страстно перла, как сирена. Страной летает эхоистин дерзкий, как нам не хватает песен пионерских. Смотрят на нас дети, как на иностранцев. Дети, песни эти только для троянцев. Дети, песни эти только для троянцев. Как мы пели хором, как гуляли с троем за большим забором процветала троя. Как была прекрасна красная Елена, улыбалась страстно перла, как сирена. Спасибо вам большое. Можно петь бесконечно, потому что в связи новых, пока я к вам не приезжала, очень много. И барышни, и морские монологи. Я че-то обещала 50 морских монологов напеть, а то иронических до трагических. Может, он вам будет петь. Спасибо вам большое. Я очень люблю ваш город. Он для меня просто детская сказка. А черную смородину, чёрную смородину. Не, не, не. Чёрную смородину, то... Её так много крутились, что у меня просто дурно. Ну и что, чёрную смородину. Но это нехорошо так вот. Пользоваться служебным положением. Все просят. Ну так нельзя. Тогда я другую потом ещё спорю. Нельзя и заканчивать. Я думаю, не еда и все. Ладно. Аня, напросил. Я правда не пою. Очень много и крутили. Ага. Я тут сказала, и так Евгений Владимирович, очередь мой любимый друг учит. Он не любит дерева. И так далее. Они крутят. Как здорово, что всем. И все прочее. А черную смородину не она такая. Это как говорила Раневская и Ахматова говорили. Раневская страдала, что ей дразнили на улице муле в нерегированном. Нет? Ахматова говорит, у меня есть тоже та своя муле. У каждого есть своя муле. Нет. Не приснился мне ни враг и ни гость, ни погость, ни поминальный костер. Потряснился мне мой сад, эй, киздорь, как проснулся и пойму до сих пор. Сад мой дом, моя, моя кровь, моя боль, что же это приключили с тобой. Да неужто о бурьянце решили, дед сказал тебе, да иди спеши. То ли дед тебя не там поливал, то ли отец тебя не там корчевал, то ли неверно мы сняли крестом, то ли посажем и намет цветом. Черная смородина, деда сны напрасные, черная смородина, не сказали красному, красному, иди. Думал, думал, я на травке сидел, думал, думал, кто жрит и глядет, думал, думал, я на травке росла, без печали, без забот, без чесла. И пока я там судил, берегил, свою совесть до калитки дадил, что ты пел, да виноватых искал, сын мой тихо, скрипел, доброскал. Рос родимый вместе с сорной травой, ты накрыла все же его с головой, раз окликнул и ты тихо отъехал, протыкнул ты сын, сидел, рвал проклятого себя проклинал, ты проси меня, мой сын, если б знал, знать мне, где тебе я песенки пел, он и спать пропелок успел. С корнем рвал, она росла за спиной, с кровью рвал, дозеленелась стеной, уж ни сына, ни меня не спаси, хоть от внук дубеду скрести, я не помню, что ты был в покин. Я проснулся, как спокойный дом, сгинул сон, куда ночь, куда страна, все порядок, подпишись на руках. Черная смородина, где досны напрасные, черная смородина, где сажали красные. и сыны. Я вам тогда подарок сделаю и другую. Ну что ж вы так грустно так закончили? Песни моего детства, я иногда же так даю свои концертки. Песня, на которых я росла, но живую песню, которая тут крови. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ